Сегодня я хочу начать со второго послания апостола Павла к Коринфской церкви. Давайте откроем послание апостола Павла к Коринфянам, второе послание к Коринфянам. И вот апостол, обращаясь к верующим, пишет. Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Некоторые, может быть, впервые прочитав эти стихи, подумают, что апостол Павел пишет, чтобы ум не уклонился от простоты. То есть он имеет в виду, что мы должны быть невежественными, малообразованными, читать это вредно, думать вредно. Но это не так, потому что апостол Павел был один из самых образованных людей своего времени. И когда он пишет о уклонении ума от простоты, Павел не имеет в виду, что мы должны быть глупыми или необразованными. Павел пишет, что есть разные хитросплетения, сложности, которые ум надумывает часто сам себе и попадает в свою же собственную ловушку. Когда из мухи делается слон, из простых вещей делается что-то такое сложное, трудное и непонятное. Я хочу вам показать один небольшой ролик сейчас, который я недавно увидел. Мне он очень понравился, там будет перевод на русский язык. О том, как одна женщина пошла на сеанс к психотерапевту, к психологу. Это очень популярно в Америке. И вот давайте посмотрим сейчас этот небольшой ролик. Доктор Свитцер. Да, входите, я тут мою руки. Я Кэтлин Бигмен, Джанет Карлайл мне вас порекомендовала. А, да, вы боитесь быть погребенной заживо. Да, это я. Мне прилич? О нет, мы больше этого не делаем, просто присаживайтесь здесь. Позвольте мне немного рассказать о ценах на наши услуги. Я беру 5 долларов за первые 5 минут. И абсолютно ничего после этого. Как вы к этому относитесь? Звучит потрясающе. На самом деле даже слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я могу почти гарантировать, что наша сессия не будет длиться дольше 4-5 минут. Кроме того, мы не принимаем к оплате никакие страховки. И вам нужно будет заплатить либо наличным, либо чеком. Вау, ну хорошо. И я не сдаю сдачу. Хорошо, я согласна. Начинайте. Начинать что? Ну, опишите мне проблему, с которой вы пришли. А, видите ли, у меня есть страх быть похороненной заживо. И стоит мне только подумать о том, что меня похоронят заживо, как я впадаю в панику. А кто-нибудь, когда-нибудь пытался похоронить вас заживо? Нет. Но правда, даже одна мысль об этом делает мою жизнь ужасной. Я боюсь тоннелей, не могу ездить в лифте или находиться в частном доме. В общем, чем бы то ни было, похожим на коробку. Другими словами, вы страдаете каустрофобией. Ага, да, именно так и есть. Хорошо, давайте начнем, Кэтрин. Я скажу вам два слова. Я хочу, чтобы вы очень внимательно их послушали, хорошенько усвоили и внедрили их в вашу повседневную жизнь. А мне, наверное, нужно будет записать? Ну, если вам так удобнее, но это всего лишь два слова. Большинство людей их обычно могут запомнить. Угу. Окей. Вы готовы? Да. Вот они. Прекратите это! Просите, что? Прекратите это! Что это? Прекратите это! Что вы хотите сказать? А, вы знаете, это удивительно. Я говорю всего два простых слова. И вы даже не представляете, сколько народу мне в ответ говорят абсолютно то же самое, что и вы. Это не идиш, Кэтрин! Я вам на чистом английском говорю! Прекратите это! То есть мне надо просто перестать? Ну вот, молодец. Вы же не хотите прожить эти постоянные страхи, что вас похоронят заживо. Это... Звучит пугающе. Да. Да. Ну так прекратите это! Ну я не могу, у меня это с детства... Не-не-не-не-не. Мы эту тему не развиваем. Просто прекратите это. Так я должна просто прекратить бояться быть похороненной заживо? Да, именно. Это было всего три минуты. Так что с вас... Три двора. У меня только пять. Ну я не даю сдальщику сушить. Ну, тогда я использую мои пять минут целиком. Ну, очень хорошо. Ну, хорошо. Какие еще проблемы вы хотели бы обсудить? Ну, я страдаю болемией. Я засовываю... Прекратите это! Вы что, ненормально, что ли? Не делайте этого! Ну, я вынуждена. Моя мама всегда называла меня... Не-не-не-не-не. Мы эту тему не развиваем. Но мне часто снится, что... Не-не, эту тему мы тоже не развиваем. А макроскоп говорит. Вот эту тему мы точно не развиваем. Просто прекратите это. Что еще? Ну, у меня все время ужасные отношения с мужчинами. Прекратите это! Вы ведь хотите быть с мужчиной, разве нет? Ну, да. Ну, тогда прекратите это. Не делайте глупости. Ну, не будьте ребенком. Я очень часто мою руки. Это не страшно. Да? Ну, я сам постоянно мою руки. Везде полно микробов. Это нормально. Не волнуйтесь об этом. Ага, ну я еще боюсь водить машину. Ну, прекратите это. Иначе как вы будете передвигаться? Просто здесь машины и поезжайте. И прекратите это. Это вы прекратите? Прекратите это! В чем проблема, Кэтрин? А мне не нравится это. Мне вообще не нравится ваша терапия. Вы мне просто говорите это прекратить. и вам это не нравится? Нет, совсем не нравится. Вам кажется, что мы двигаемся слишком быстро, да? Да. Да, да. Хорошо. Тогда позвольте мне дать вам восемь слов, которые все для вас разъяснят и поставят на свои места. Наверное, вам лучше это записать. Окей. Готовы? Вот ваши восемь слов. Прекратите это немедленно, или я похороню вас заживо. Мне этот ролик очень нравится. Женщина пришла к психологу. Вы знаете, часто кажется, что каких-то проблем их надо очень непросто решать. А я замечаю, часто люди умные, образованные, они очень простые. А часто невежество, наоборот, оно любит вокруг себя что-то такое накручивать, 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 накручивать. И кажется, что из моих проблем очень непростой выход. Очень. Какое-то должно быть, наверное, особенное должно быть у меня вот такое решение из моей проблемы, чтобы не выпутаться из какой-то моей сложной ситуации. И вот мы часто ищем каких-то таких вот непростых. И сами вот в этих сложностях, сами в них еще больше и больше запутываемся. Запутываемся. Уклоняется наш ум от простоты во Христе. Потому что, вы знаете, вот за 25 лет я провел немало консультаций. Люди приходят с разными сложностями, с разными проблемами. Я заметил, что нужно задать себе два вопроса. Два простых вопроса. Первый вопрос. Что ты хочешь? Вот что ты хочешь в жизни? Ну, что ты хочешь достичь? Где ты хочешь оказаться? Что ты хочешь получить в этой жизни? Кем ты хочешь стать? То есть, тебе должно быть ясно, что ты хочешь. Это первый вопрос. А второй вопрос. Что для этого нужно сделать? Что для этого нужно сделать? Потому что, вы даже не представляете, сколько ко мне приходят людей, которые хотят одного, а делают совершенно противоположное. Образно говоря, если ты хочешь оказаться на теплом юге, зачем ты идешь на север? Люди часто идут на север, им все холодней и холодней, и они мучаются вопросом, как же мне оказаться на юге? Да остановись ты, иди на север, иди на юг. Вот и все. Есть вещи, которые очень простые, но наш плотский разум это накручивает, усложняет, накручивает, усложняет, накручивает, усложняет, и он так накрутит, что у тебя уже представления нет, на юге мне никогда не оказаться. Как я окажусь на юге, если мне все холодней и холодней, холодней и холодней? А может ты не туда идешь? И когда ты часто говоришь людям простые вещи, это их оскорбляет. В смысле, пастыр, ну, я годами мучаюсь, а у тебя вот такое простое решение? Да, вот такое простое решение. И более того, я вам покажу, что так Библия нас учит. Вот давайте, ну, для примера, 22 глава притч. Вот 22 глава притч. Вот яркая иллюстрация того, о чем мы сегодня говорим. Притча 22 глава, 10 стих. «Прогони кощунника, и удалиться раздор, и прекратятся ссора и брань». В современном переводе это так звучит. «Заставь уйти того, кто считает себя лучше других», то есть прогони того, кто считает себя лучше других, высокомерного человека, кощунника, надменного. Когда уйдет такой, с ним уйдут все беды и утихнут похвальба и споры. То есть если ты устал от ссоров, если ты устал от брани, Писание тебе советует прогони кощунника, прогони надменного человека, потому что там, где гордость, там всегда будут ссоры, там всегда кто-то будет лучше, кто-то будет хуже. Не хочешь этого? Прогони кощунника. В смысле? Так просто? Нет, мне это важно. Ссоры. Мне это важно, как бы, может, у меня эта проблема найдет с детства. Я был маленьким мальчиком, слышал, как на кухне ругаются родители. Это вошло в мое подсознание. Вообще люди не понимают до конца, что такое сознание, что такое подсознание. Мы пытаемся какие-то, знаете, вещи придумывать, 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 надумывать, раскручивать это вот все. А Библия говорит, прогони надменного, прогони кощунника. Вот и все. Не, а вот как-то можно, чтобы вот не было ссор, но вот этот человек остался. Можно, он останется, но тогда у тебя ссоры будут всегда. И мы, помните, ищем чего-то такое усложненного. Мы что-то ищем, вот какие-то такие вещи. Как-то вот, как же, как же вот так вот тут. Хочешь, чтобы пригортили ссоры? Ну, прогони, прогони наглеца. Точно так же, смотрите, мы видим в Евангелии. Вот Евангелие от Иоанна. Вот можно пятую голову посмотреть. Давайте откроем Евангелие от Иоанна. Пятая глава. Знаменитая история. Исцеление больного в Вефезде. Когда там лежал этот парализованный человек, помните, Иисус к нему пришел, спросил, что ты хочешь? Он говорит, хочу быть здоровым. В конце концов, этот человек получил исцеление. И вот смотрите, 13 стих. Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою, чего хуже. В смысле, Иисус? Жизнь такая сложная. Здесь все замешано. Проблемы с детства, проблемы юношества, проблемы взросления, проблемы созревания. Тут куча всяких проблем, куча тенденций. А ты так просто говоришь, не греши больше. Да. Вот просто Иисус говорит, не греши больше. Не греши больше. А вот как, как же мне вот не грешить-то? А очень просто, не греши. Прекрати грешить. И все. Тебя же никто не учил, как грешить. Сам научился. Тебе же не говорили, вот Библия говорит, не завидуй, да? Не завидуй. Как понять? Не завидуй. Может быть, с детства мне не покупали хорошее. Да нет, перестань, перестань, перестань. Ты учился завидовать? Нет. Вот сейчас учись. Все точно так же не завидуй. Не завидуй. Ну как же, как же. И знаете, наше эго всегда думает, что ты такой прям непростой. Уж какой ты непростой. Как у тебя там все непросто течет, перетекает там как-то вот все вот это. А уж про голову молчим. Некоторые думают, пастор, пастор, а не упрощаешь ли ты все? Не, я просто следую словам апостола Павла. Не уклоняйся от простоты во Христе. Вот понимаете, вот проблема блуда. Прекрати блудить. Ну ты у меня в мысли. Прекрати порнографию смотреть. Все. А вот если... Перестань, да и все. Не, я, пожалуй, пойду к более образованному пастору. С этим как-то не так. Не греши. И вот посмотрите, здесь же Евангелие Ана 8-я голова. Другая история. Помните, про женщину, взятую в прелюбодеянии, которую хотели побить камнями. Иисус тогда сказал судьям, кто из вас без греха первый брось с нее камень. Все разошлись. И вот смотрите, 10-й стих. Иисус же, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Слова Христа были очень простые. Он говорит, «Подожди, подожди, подожди, а не пережил ли ты, может, какие-то сложности в детском возрасте? Откуда вот это многоженство-то идет?» Он говорит, «Иди и не греши». Скажешь, «Ну, пастор, это Иисус, но если даже Иисус так говорил, то мы-то не тем или паче». Я понимаю, бывают сложные случаи, но это такая редкость. Как правило, у нас очень простые случаи. Лишь наш ум это все усложняет. Вот так вот, как же бы так, пастор, ты мне дал бы такой совет, чтобы я бы оказался на юге, путешествуя на север? Как бы ты меня научил бы как-то вот как-то вот потому что простое решение развернуться и пойти на юг нас не устраивает. Ну, как это же это очень просто. Ну, как это очень просто же. Я бы вот хотел бы научиться водить машину. Иди в автошколу. Ну, не как это, это очень просто. В автошколу. Все идут в автошколу, а у меня вот как-то вот и мы начинаем раздувать какие-то вещи и проблемы раздувать, у меня какие-то сложности. Да перестань это делать и все. Бог дал тебе власть в твоей жизни. Бог дал тебе волю. Делай то, что ты хочешь достичь и не делай, чего ты не хочешь. И не уклоняйся от простоты вот в это все время. Вот как бы вот все понять. Тогда ты никогда до конца там ничего не поймешь. Никогда не поймешь до конца. И вот наш эгоизм, он хочет каких-то вот особых, сложных рецептов. Вот никак для всех. Для меня никак для всех. Для меня надо как-то по-особенному, вот по-сложному как-то. Я ведь сам непростой человек. Непростой. И я сразу вспоминаю в притчах, извините, в книге «Экклезиаст» есть такие пятая глава «Экклезиаст второй стих» такие интересные слова. «Ибо как сновидение бывает при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов». Часто глупцы любят это вот множество всевозможных слов, вот целые такие узоры из слов, вот как-то вот так вот. И тебе кажется, что ты что-то такое познал, и так углубился вот в что-то вот так вот у тебя вот так вот и наконец-то там где-то что-то у тебя начинает промелькивать и понятно тебе там что-то такое становится. А это просто-напросто глупость. Просто-напросто глупость. Потому что библейские вещи, они часто очень просты. Очень просты. Иисус говорил, иди не греши, в смысле не греши? Так вот просто не греши, вот так вот грешила, грешила и вот так раз и не греши. Ну да, так раз и не греши. Ну если ты не хочешь, чтобы было хуже чего? Хочешь, чтобы хуже, греши. То есть поймите, Бог дает тебе выбор, ты решаешь, а мы часто не хотим делать выбор, мы хотим грешить. Но при этом вот нам нужны какие-то вот эти сложные рецепты. А может очень просто не грешить? Ну как это очень просто? А так, как ты грешил просто, так и не греши просто. Если не хочешь, то в целом было хуже. Чего? Не-не-не-не-не-не. И вы знаете, часто в христианстве есть очень много экспертов, которые говорят, а это такая проблема, тут надо какие-то вещи, может особое изгнание, тут надо вот как-то вот особо духовно, вот надо взяться. Да ну тебе нужно просто взяться и не грешить. Просто взяться и не грешить. Все. Апостол Павел, посмотрите, 1 Коринфянам 15 глава, вот один из характерных примеров наставлений апостола Павла. Смотрите, не сверли так меня глазами своими, прекрати это. Я говорю, пастор, ты что-то все упрощаешь. Хватит уже усложнять. Смотрите, 1 Коринфянам 15 глава 33 стих. Павел пишет, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Это очень просто, то есть с кем поведешься, как говорят, у нас с тем и наберешься. Твое окружение во многом формирует тебя. Вот кто тебя окружает, ну как вот, будут тебя там окружать гомосексуалисты, сам постепенно таким станешь. Симпатично. А потом говоришь, пастор, вот как у меня какие-то мысли приходят. Да так перестань общаться с худыми сообществами. Ну как, ну не знаю, я вот так вот. Ну вот и усложняй там себе что-то вот такое напридумывать. окружай себя теми людьми, чьи жизни тебя вдохновляют. Тогда и твоя судьба будет формироваться правильно. Окружишь себя странными людьми, через некоторое время сам странненьким начнешь быть. Очень просто, не обманывайся. Ну, ну как это так, это так вот просто, да? Да, так вот просто. Вот так просто. Так просто. Дальше, смотрите, апостол Павел пишет, отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. он вот пишет правил, конкретные вещи, отрезвитесь и не грешите. Сколько в его послании таких слов не завидуйте. солнце-то не зайдет во гневе вашем. Не делай этого. Скажешь, как не делай? А вот так не делай. Не делай. Скажешь, ну мне, мне бывает хочется, я понимаю, тебе бывает хочется, а ты не делай. Не делай, что хочется твоей плоти, а делай, что хочется твоему духу. Ну, это очень просто, да, это очень просто. Это очень просто. Обратите внимание, что чуть ли не самая простая часть всей Библии это Евангелие, это слова и наставления Иисуса Христа, который говорил, люби всех, не только друзей, но даже врагов, да. Простые для понимания слова. Простые. Там нет вот этих каких-то непонятных пятен, как в пророчествах Ветхого Завета. Нету порой каких-то вот таких даже как у Павла бывает. Недаром Петр писал, что в наставлениях Павла есть что-то порой неудобно, вразумительное. У Иисуса часто очень простые вещи. Не завидуй. Иди, не греши, чтобы не случилось с тобой ничего хуже. Что ты хочешь в своей жизни? Бог нам дал вот эту жизнь, она одна. Вот что ты в ней хочешь? Вот хочешь вот все накручивать, хочешь вот усложнять все, хочешь все как эти вещи раздувать, ну, соответственно, ты и пожнешь, что сеешь. Что ты хочешь? Если у тебя ясность, чего ты хочешь, это самое первое, что нам необходимо, что ты хочешь в своей жизни. потому что, как говорят, если ты не знаешь, куда плыть, ни один ветер тебе не будет попутным. Чего ты хочешь достичь? Кем ты хочешь стать? Ты проясни для себя, какой ты вообще видишь свою жизнь? А во-вторых, что для этого нужно делать? Проясни для себя, что нужно делать? Ну, или чего не нужно делать, чтобы достичь того, что я хочу? И дальше, помолившись о Божьем благословении, приступай. Начинай. И ты пожнешь в своей жизни то, что ты съешь. Наш же ум, он часто настолько хитрый, он придумывает всевозможные сложности, чтобы ты замеса того, чтобы что-то делать, сидел и размышлял, рассуждал, раздувал это вот все, искал причины, почему ты этого не можешь делать, какие-то сложности в твоей жизни. есть огромное количество христиан, огромное количество верующих, которые вот нараздували столько в своей жизни, они продвинулись даже на миллиметр, которые любят рассуждать, как вот эти глупцы, множество слов всевозможных, но никаких дел, никаких поступков, ничего. Хочешь переживать Бога, давай молиться. Ну, пастор, как? А вот, понимаешь, ну, так трудно бывает мочать молитву, когда? Я понимаю эти все вещи. Конечно, сложно. Намного проще смотреть телевизор, но ты же хочешь познавать Бога? Ну, ты же хочешь познавать Бога? Так, начинай молиться. В смысле, как начинай? Ну, вот так начинай. Начинай молиться. Сложно самому приходить к нам в церковь, и у нас здесь почти что каждое утро, каждый вечер молитвы проходят. Начинай молиться. Ну, у меня, и вот, и люди начинают придумывать, начинают надумывать себе, начинают все узложнять, все только для одной цели, чтобы оправдать свое неделание. Я хочу познать Бога, найду в противоположном направлении, сучусь все больше и больше, но ты его не познаешь никогда-то. Ну, это правда. Пускай ты себе напридумываешь кучу объяснений, почему сейчас у тебя нету времени, ни на молитвенные выезды, ни на регулярные молитвы, почему ты не можешь это делать. Ну, успокоишь ты свою душу, да, ты такой сложный человек, сложное время, очень тебе непросто. Ну, и дальше что? Ну, Бога-то ты не познаешь? А как познать? Остановись в суете, начинай его познавать, начинай молиться, начинай искать его лица, очень просто. Старайся делать это регулярно, как ты суетился раньше регулярно. Я обещаю тебе, да не то, что я тебе обещаю, кто такой я, Библия обещает, что если будешь искать, он тобой будет найден. Я подтверждаю, это так. Будешь искать его, он будет тобой найден. Ну, это, как же, ну, просто ищи его, ищи лица его, ищи в молитве. У нас сегодня в церкви столько разных служений, так или иначе связанных с молитвой, ходатайством, поклонением, прославлением. Начинай искать, начинай дома искать, начинай в церкви искать его, и он будет найден тобой. Так просто. Не нужно кучу книг читать. Я помню, сам долгое время путал себя разными учениями о молитве. Как вот там молиться? Там целые сделанные там учения, там постигали виды и роды молитв. Когда, знаешь, люди надумывают сверхписание, там как-то, знаете, наш ум, он любит всему дать определение, все разложить по полочкам. Как будто, если ты все разложишь по полочкам, ты уже познал Бога, да ничего ты не познал, ты просто все разложил по полочкам. Ум любит все контролировать, чтобы все было под его контролем, дать всему определение, как будто ты что-то определил, ты это уже постиг. Да ничего ты не постиг, ты просто дал этому определение, и все. Постижение это некая жизненная практика. Часто люди, пребывающие в познании Бога, они даже, может быть, не могут дать этому такие сложные названия, сложные какие-то все эти определения, они просто пребывают в его присутствии, и все. Ищи этого, если ты хочешь его познавать. Хочешь его познавать. То есть, что ты хочешь в своей жизни? Хочешь чего-то достичь, начинать двигаться в этом направлении, или хотя бы изучать это направление. Хочешь кем-то стать, ну так давай, иди в это. А мы часто нет, мы мечтаем об одном, делаем совершенно другое, и пытаемся как-то сложно объяснить свои непростые перипетии русской души. Как у нас тут все так непросто, и вот непонятно, и надо постичь себя самого. И постигаешь ты себя самого, и постигаешь, что ты там постигаешь? И в конце концов, кажется, что постиг, но жизнь-то не поменялась. Не поменялась. Поэтому я говорю, мне так нравится этот ролик, что у меня сложности отношения сразу, меня тянет деструктивный мужчина, ну прекрати это тогда. Ты же не хочешь этой боли, этих слез постоянно. Не, не хочу, ну прекращай. Ну, как просто, а меня? И ты начинаешь придумывать это все. Тебе надо как-то что-то все объяснить, чтобы ты там понял или поняла. Ну и поймешь ты, что дальше. Многие люди понимают, но немногие делают. Павел говорил, что доброго хочу, не делаю. То есть понимаю, хочу доброго, а не делаю. Злой, наоборот, не хочу, но делаю. Делаю то, что не хочу. Хочу познавать Бога, а сам суючусь. Хочу служить в церкви, сам устраиваться на третью работу. Ко мне подходили люди столько, пастор, я так хотел бы помогать в церкви, не знаю в чем, не знаю, как помогать в церкви. Мне как-то вот, не могли бы со мной побеседовать, чтобы объяснить мне, как мне помогать в церкви. Чтобы я вот понял, как мне помогать в церкви. Я вот как-то хочу помогать в церкви и Богу служить, и как-то в церкви помогать. Не могли бы со мной побеседовать? И сидишь полчаса, беседуешь, Час беседуешь, человек рассказывает в жизни. Да ты не помогать церкви хочешь, ты поболтать хочешь. Я понимаю, психоаналитики, они за эти поболтать деньги берут. Я-то не беру деньги, мне некогда просто так поболтать. У нас вон сколько, вот Михаил Дедов объявлений, есть волонтерский офис, приходите, записывайтесь, помогайте. Хочешь помогать церкви, приходи в волонтерский офис. Ну как так вот, вот так вот, просто вот так, да так просто. Кто еще не нашел призвание? Срочно в волонтерский офис. Все, подходи после собрания, говорит, Михаил, в какие дни свободны, что нужно делать? Приду, есть там время днем, есть время там утром или вечером, приду, буду помогать. Все, ну нет, нет, я же должен понять, что Бог приготовил для моей жизни. Подожди, а как ты это хочешь понять? Вот как ты это хочешь понять? То есть ты вот сидишь, сидишь, и вдруг, о, понял. Озарилось. Просветлел, ушел в нирвану. Уже не вернется. Как ты хочешь? Начинай помогать в волонтерском офисе, и вдруг поймешь. А, оказывается, вот мне к этому тянет, а к этому не тянет. Будешь делать тому, к чему тянет. Аппетит приходит во время еды. Понимание часто приходит во время работы. Все, много слушал интервью, не то что все, но очень много интервью известных писателей, которые говорили, мы не ждем вдохновения, чтобы написать очередную книгу. У нас просто есть норма. Каждый день писать определенное количество знаков. Вот каждый день. Есть настроение, нет настроения. Есть вдохновение, нет вдохновения. Я про нормальных писателей говорю, не там про Дарью Донцову какую-нибудь. И вот они сидят и пишут. И ты знаешь, и вот во время работы и приходят, и мысли вдруг, и вдохновение вдруг приходит, и все прочее. Мы же часто верующие, мы ждем глаз из неба, мы ждем какой-то вот стрелы указующей. Мы ждем особого, ну мы не называем так вдохновение, мы называем помазание, по-другому немножко. Мы ждем этого помазания, которое бы нам все прояснило, всему научило, все показало и лучше бы сделало за нас. Такое помазание ковра самолета, скатерти-самобранки, сапогов-скороходов. Мы ждем вот такие все переживания. Но если очень просто, хочешь служить в церкви, начинай работать в волонтерском офисе. Хочешь славить Господа, подходи к Диане, говори, Диан, хочу петь в хоре. Скажи, нет, не хочу петь в хоре, хочу в центре с микрофоном. Начинай с хора. И не потому, что хор это там начало, первая ступень, это огромное. Вообще служение в хоре, когда все вместе, едиными местами люди славят Господа, это нечто особенное. Хочешь славить Господа, начинай. Есть куча дел, куча сфер. Хочешь, делай. Хочешь, начинай. А когда не хочешь, начинаешь себе придумывать объяснения, усложнения, какие-то такие вот заморочки. И ходят люди такие все замороченные. У тебя на каждую проблему, на каждый вопрос есть миллионы разных всевозможных объяснений, размышлений. То есть простые вещи, простые. Просто делай это или не делай это. А вот я не хочу, ну не греши. А вот я вот не думаю, так не думай. Не думай все. Ну мне же думается. Я думать привык с детства, не будем об этом. С детства ты не думать привык. Ты заморачиваться привык. Да, правильно. Вот как бы мне не заморачиваться? Не заморачивайся. Ну у меня же может сразу не получится. Ну сразу не получится. Потом получится. Сначала не заморачиваться, чуть-чуть заморачиваться, потом уже наполовину не заморачиваться. Потом смотришь, вообще не заморачиваешься. Некоторые говорят, пастор, вот мы молимся, там на выезде молитвы, созерцание. Ты прямо вот садишься, и как будто как статуя сидишь весь час. А я не могу, я ерзу, у меня мысли всякие. Как же мне вот так вот, вот так бы вот, объясни ты мне. Да я тоже, когда начинал, сидел и ерзал. Просто, знаешь, чувства навыкам приучены. Приучаешь себя постепенно из молитвы в молитву, а потом уже садишься, и все, ты чувствуешь, что вот эти суетливые мысли, даже бороться с ними не надо, их нет. Потому что ты привык уже к этому. Хочешь этого достичь, начинай и делай. И достигнешь. Ну, не знаю, не знаю. А ты просто не хочешь. Ты просто не хочешь этого делать. И ты придумываешь себе постоянно оправдание. Это еще одна черта нашего эго. Оно чувствует себя особенной, что общие рецепты для нее не рецепты. Для нее нужны особенный рецепт, особенный подход. Я замечаю, что большинство вещей, которые вообще нам нужны, подавляюще. Бог говорит во время служения в церкви. Но когда часто мы порой... Я не говорю про всех, если на самом деле люди у них непростые ситуации, но таких не так много. Часто человек слышит, думает, ну, а вот мне как-то вот это не подходит, мне нужно что-то особенное. А тебе не нужно ничего особенного. Тебе просто нужно начать делать. Или не делать что-то. И тогда ты пожнешь. Не обманывайся. Не обманывайся. Что посеешь, то и пожнешь. Не обманывайся. Куда направляешься, туда и придешь. Не обманывайся. Что делаешь, то и получишь. Не обманывайся. И не нужно тут усложнять. Не нужно уклоняться от простоты во Христе Иисусе. Опять-таки подчеркиваю, сейчас речь идет не о примитиве. И не о глупости. А от лжесложности. Лженакрученности вот этой всевозможной. От этого эгоизма, который считает, что общие рецепты не подходят мне, мне нужно какое-то особое, индивидуальное. Не как у кого. Твоя плоть даже от греха хочет освободиться с гордостью. Не как все, а по-особенному. И оправдывать себя постоянно. Ты можешь оправдывать себя до бесконечности, как Ева оправдывала себя, как Адам оправдывал себя в Эдемском саду. Понимаешь, Господь, я согрешил. Понимаешь, у меня такая ситуация. Как змей хитростью пролистил Ева, так и ваши умы пускай не уклонятся. Бог сказал очень просто. Вот от этого дерева не ешь, иначе смертью умрешь. Все просто. А дьявол стал, понимаешь, тут все очень непросто. Давайте сначала разберемся в мотивах Бога. Почему Бог вам так сказал? Наверное, смею предположить, Бог боится, что если вы скушаете, и пошла вот эта, знаешь, сложность, накрученность всевозможная. И тут эти все эти логические построения, вот всевозможные, вот эти вот. Причем у одного одни логические построения, у другой другие. Потому что там правил никаких нет. Что придумал, то и поверил. А тут очень просто. Не уклоняйся, как Ева под влиянием змея от простоты, так и ты. Не уклоняйся. Хочешь быть благословенным, исполняй волю Божью. Хочешь быть неблагословенным, греши. Выбирай. Бог говорит в Слове Божьем, жизнь и смерть предложил я тебе. И Бог желает, чтобы ты избрал жизнь, а не смерть. Но ты решаешь. Твой выбор. Бог дал тебе эту власть. Бог дал тебе это право решать. И даже в Эдемском саду Господь не посягнул на это право людям решать, вкушать или не вкушать. Бог им все показал, а дальше решение за ними. И точно так же. Мы иногда думаем, что нам чего-то не хватает. Мы что-то должны вот еще как-то узнать, познать. Вот нам вот, мы все думаем, что нам надо как-то еще изучить. Вот это как-то вот все вот, как-то вот постичь это все как-то надо. Хотя нам нужно очень просто, просто начать что-то делать или начать чего-то не делать. И тогда в твоей жизни придет то, что ты желаешь, то, что ты стремишься, то, что ты ожидаешь. Давайте сейчас закроем глаза. И я хотел бы, чтобы вы сейчас представили, что сейчас здесь есть только ты и Бог. Бог здесь незримо присутствует. Он обещал быть там, где люди собраны во имя Его. Незримо присутствие Христа на этом месте. Неважно, чувствуешь ты, не чувствуешь, понимаешь ты, не понимаешь, ощущаешь, не ощущаешь. Он здесь. И я хотел бы, чтобы вы сейчас представили может быть, одни из самых сложных вопросов, которые вы не можете решить. Или вам кажется, что вы не можете решить. Или сложности в вашей жизни. Или каких-то вещей, которые мучают вас. Ну, просто они мучают вас. Какие-то вещи терзают вас. Мучают ваше сердце. С которыми вы боретесь, боретесь, никак побороть не можете. Пытаетесь, пытаетесь, никак ничего не получается. Я просто хочу сказать некоторым из вас сейчас. Вам кажется, что вы пытаетесь. На самом деле вы не пытаетесь найти решение. Вы пытаетесь найти себе оправдание. На самом деле вы не хотите следовать простым ответам. Вы пытаетесь сложно-сложно-сложно запутать сами себя. Делая вид, что вы что-то хотите решить. И на самом деле вы ничего не хотите менять в своей жизни. Иисус сказал той женщине, не греши. Иди и впредь не греши. Иисус сказал исцеленному, не греши больше, чтобы с тобой не случилось чего хуже. То есть, если хочешь, чтобы в твоей жизни все было хуже и хуже, иди и продолжай грешить. Не хочешь, не греши. Никаких не надо сложностей. Не делай этого. Не делай этого. Прими решение, я это делать не буду. Это один из, наверное, великих обманов. Одна из великих ловушек сатаны. Усложнить простые вещи. Накрутить. Псевдо-мудростью. Псевдо-этими всеми усложненностями всевозможными. Так, чтобы люди не решали проблему, а погрузились в обсуждение проблем. Кажется, чем больше мы обсудим, тем лучше мы решим. На самом деле, чаще всего, чем больше обсуждаешь, тем меньше делаешь. Люди предпочитают говорить, а не делать множество, множество слов. А слова Христа часто были очень краткими. Очень краткими. Иди, не греши. Не завидуй. Люби ближнего. Даже врага люби. Солнце да не зайдет во гневе. Простые слова. Начинай их делать. Я понимаю, что плоть не хочет этого. Наша плоть завистлива, ленива, болтлива. Агрессивно. Скандально. Но не давай место плоти. Не давай. Павел во многих своих посланиях просто пишет. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Потому что будешь жить в этом, во всем. Будешь в злости, в зависти, в обидах постоянных. В сплетнях жить. Уйдешь от подзнания Бога. Ну, я так хочу Бога познавать. Ну, Павел и говорит, что, к стыду вашему говорю, многие из вас не знают Бога, потому что живут вот в этом, в грехах. В сплетнях. Ты не познаешь Бога, если бы ты будешь жить вот этими обсуждениями, осуждениями, недовольствами своими постоянными. И не думай, что ты такой уникальный. У всех это в плоти. Просто одни это прекращают, а другие нет. Вот и вся разница. У всех у нас скандальная плоть. У всех у нас плоть не любит ближнего. У всех у нас плоть хочет возвыситься над остальными, полна гордости и амбиции. У всех у нас плоть завистлива. У всех у нас плоть обидчива. У всех у нас плоть любит за спиной обсуждать кого-то, осуждать кого-то, негодовать на кого-то, сплетничать. Наша плоть обожает негативную информацию про ближнего. Она даже не сильно разбирается, правда это, неправда это. Она любит ее мусолить, наша плоть. И пойми, ты не уникален. Так у всех. У всех у нас. Уж не слишком мы отличаемся. И ты тоже. Не слишком мы отличаемся. Ты можешь сегодня решать, принять решение прямо здесь и прямо сейчас. Что я усложняю? Просто я больше этого не буду делать. А это наоборот буду делать. Зачем я иду на север? Я же хочу на юге оказаться. Хватит идти на север. Нужно остановиться, развернуться и идти на юг. Хочешь познавать Бога? Не греши. Хочешь познавать Бога? Молись. Стремись достичь этой непрестанной молитвы. Единение с Ним. Это реально. Ну мне так непросто. Да всем непросто. Просто одни это делают, а другие постоянно любят обсуждать, что им там непросто, как им там сложно. Что им там не все так вот, как хотелось быть. Да у всех это. Не усложняй. Не усложняй эти вещи. Не раздувай. Всемогущий Господь, касайся наших душ, касайся наших сердец. Я молю за каждого моего брата, я молю за каждую мою сестру, о Христе Господь. Благослови, мой Бог, чтобы как змей хитростью прельстил Еву, так наши умы не уклонились в эти псевдоразмышления, не уклонились от простоты во Христе Иисусе. Я молю, мой Бог, за ясность. За ясность. Чтобы мы ясно внутри себя осознавали, а что же мы хотим, кем мы хотим стать, что мы хотим достичь. Чтобы мы понимали, какой мы хотим видеть нашу жизнь. Что мы хотим видеть в нашей жизни. чтобы у нас была ясность, Господи, во имя Иисуса Христа. И также я молю, Бог, чтобы была ясность, что мы должны делать для достижения этих целей. Боже, избавь от всякого самообмана. Избавь нас. Потому что это простая, но важная истина, о которой мы сегодня говорим. дьявол так часто прячет от нас ее. Чтобы точно так же усложнить все, как это он сделал с Евой. я молю, чтобы мы не были обмануты им по имя Иисуса Христа. покажи, Господь, что вещи, которых мы мечтаем, это в наших руках. От нас зависит, чтобы сделать первый шаг. Никакое великое путешествие не начинается без этого первого шага. А мы часто вместо того, чтобы шагнуть, размышляем о шаге. И никуда не идем. Пытаемся чего-то понять и так ничего не совершаем. Но я молю, Боже, благослови. Благослови, Господь. Благослови. Освободи нас от этого проклятия ложной сложности. Псевдонадумывания всевозможных. Избавь. чтобы мы не искали оправданий, а искали возможностей. Да придет Господь ясность, что мы должны делать, чтобы достичь того, что хочем, достичь того, что хотим. я молю, мой Боже, благослови каждого моего брата, каждую мою сестру сделать шаг в том направлении, куда они хотят двигаться по имя Иисуса Христа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...